Вертолёты Михаила Миля летают более чем в 50 странах мира. Они установили десятки мировых рекордов. А начиналось всё с маленькой машины, которая ещё звалась еликоптером. Милевская единичка в фильме «Оружие». Первые советские вертолёты появились в 30-е годы прошлого века. Местом их рождения стал ЦАГИ. ЦАГИ. Центральный аэрогидродинамический институт. Основан 1 декабря 1918 года по инициативе профессора Николая Жуковского, который объединил вокруг себя около 100 молодых талантливых инженеров. К настоящему времени институт располагает уникальной экспериментальной исследовательской базой. Комплекс аэродинамических труб, установки для проведения прочностных испытаний, комплексы акустических камер, гидродинамических испытаний и пилотажных стендов не имеют равных в мире. Исследования по вертолётной тематике начались едва ли не с первых дней существования ЦАГИ. Эти работы велись под руководством одного из первопроходцев вертолётной отрасли Бориса Юрьева. Именно он ещё в 1911 году разработал и запатентовал конструкцию одновинтового геликоптера с хвостовым рулевым винтом. Эта схема стала в мировом вертолётостроении классической. В 1925 году экспериментальный отдел ЦАГИ образовал в своём составе вертолётную группу Алексея Черёмухина, конструктора и лётчика-испытателя винтокрылых машин. Через пять лет он поднял в воздух первый советский вертолёт. То есть началось вертолётное дело здесь. Серийные вертолёты стали создаваться сначала здесь. Кстати, это была традиция ещё со времён начала 30-х годов, когда Россия создала первый в мире летающий одновинтовой вертолёт Черёмухин. Раньше намного, чем у Сикорского, на 9 лет. В ходе испытаний первых геликоптеров обнаружились главные недостатки конструкции одновинтовых машин. Неустойчивость в полёте, большие вибрации. Над их устранением напряжённо трудилась группа энтузиастов вертолётного дела, среди которых выделялись будущие генеральные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль. Миль Михаил Леонтьевич, конструктор вертолётов и учёный, доктор технических наук, герой статистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР. Родился в 1909 году в Иркутске. Мать Мария Ефимовна родилась в Минске. В 1925 году поступил в Сибирский технологический институт, но вскоре был исключён за непролитарское происхождение. Позднее поступил в Донской политехнический институт в Новочеркасске. В качестве практиканта авиамеханика участвовал в работе над первым автожиром Николая Камова «Каскар-1». Окончив институт в 1931 году, работал в ЦАГе имени Жуковского. К началу 40-х советские специалисты добились значительных успехов в конструировании и строительстве автожиров, аппаратов гибридного типа. Они взлетали как самолёты, а при посадке планировали с помощью верхнего винта, который раскручивался потоком воздуха. От автожира до геликоптера оставался один шаг. Однако Великая Отечественная война нарушила все планы. Фронт нуждался в самолётах. На эксперименты, испытания и производство винтокрылых машин не оставалось ни средств, ни времени, ни специалистов. Михаил Мин занимался разработками и внедрением устройства для повышения устойчивости и управляемости боевых самолётов. За достижения в этой области он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Только после окончания Великой Отечественной Михаил Миль смог вернуться к любимому делу. Защитив диссертацию, он получил степень доктора технических наук и трудился в лаборатории опытного отдела ЦАГИ. В 1947 году командовать этим отделением начал Михаил Миль. Он был начальником вертолётного отделения, которое здесь, вот в этом помещении размещалось. В этом помещении и в этом отделении Миль сделал первый свой вертолёт. Ми-1. Знаменитый вертолёт Ми-1. Вскоре в Москве начало свою работу опытное конструкторское бюро по геликоптеростроению. Его возглавил Михаил Миль. Первой работой нового КБ стала машина, которая называлась ГМ-1. Геликоптер Миля-1. Первоначально этот аппарат разрабатывался в качестве связного. Два первых прототипа ждала трагическая судьба. Они были потеряны в лётных происшествиях. В первый раз обошлось без человеческих жертв. Во второй – погиб лётчик-испытатель. Не каждый конструктор способен продолжать работу в таких условиях. Миль продолжал упорно трудиться. В 1950 году третий прототип успешно прошёл государственное испытание. Было принято решение о постройке серии из 15 машин. Впервые они были показаны во время воздушного праздника в 1951 году. Ми-1. Трёхместный многоцелевой вертолёт. Максимальная взлётная масса – 2330 килограммов. Длина – 12 метров. Высота – 3,3 метра. Диаметр главного винта – 14,4 метра. Силовая установка – поршневой двигатель мощностью 575 лошадиных сил. Максимальная скорость – 185 километров в час. Практическая дальность – 430 километров. Динамический потолок – 3,5 тысячи метров. Из-за недооценки советскими государственными деятелями того времени роли вертолётов в вооружённых силах и народном хозяйстве внедрениями один крупносерийное производство постоянно задерживались. Ситуация изменилась лишь после того, как в 1951 году вертолёт увидел рядом со своей дачей Сталин. Тогда же появилась информация об успешном применении американцами в Корее первых винтокрылых машин. В ходе боевых действий одно из подразделений американской армии было окружено в непроходимых лесах. Его полное уничтожение считалось делом времени. Но американцы с помощью вертолётов вытащили всех своих обречённых военных. Ещё одним впечатляющим примером использования новых питательных аппаратов во время Корейской войны стала массированная высадка американских десантных подразделений в Инчхоне. Сталин вызвал в Кремль авиаконструкторов Александра Яковлева, Николая Камова и Михаила Миля и поставил задачу создать вертолёт для переброски десанта. Миль решил делать его на базе Ми-1. Новая машина называлась Ми-4. Яковлев работал над вертолётом Як-24. Всё происходило в рекордно короткие сроки. Лопасти для Ми-4 и Як-24 разработали в КБ Миля. Он распорядился, чтобы для машины Яковлева их сделали в первую очередь. Уже в июне следующего 1952 года новая машина Миля совершила первый полёт. В 1953 году первые серийные экземпляры успешно прошли войсковые испытания и стали поступать в вооружённые силы. В 1954 году, во время воздушного праздника в Москве, с 36 вертолётов Ми-4 был высажен десант с автомобилями и лёгкой артиллерией. Ми-4А Транспортно-десантный вертолёт Название по классификации НАТО Хаунд Максимальная взлётная масса 7550 килограммов Длина 16,8 метра Высота 4,4 метра Диаметр главного винта 21 метр Силовая установка Двигатель АШ-82В мощностью 1700 лошадиных сил Максимальная скорость 185 километров в час Практическая дальность 500 километров Динамический потолок 5,5 тысяч метров По своим лётно-техническим характеристикам и грузоподъёмности Вертолёт Ми-4 значительно превосходил все зарубежные аналоги Просторная грузовая кабина вмещала 12 десантников с личным вооружением и боеприпасами Или грузы массой до 1600 килограммов В том числе противотанковую пушку Или автомобиль-вездеход ГАЗ-69 В задней части фюзеляжа Ми-4 получил грузовой люк с откидными створками и опускающимся трапом В дальнейшем такое конструктивное решение стало традиционным для военно-транспортных вертолётов Ми-4 широко использовался в вооружённых силах СССР Были сформированы вертолётные полки В каждом из которых имелось 60 машин Всего с 1952 по 1966 годы Заводами было выпущено около 4000 Ми-4 Из них 575 по лицензии в Китае Этим машинам, как и Ми-1, довелось принять участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, в Китае, на Кубе Первые вертолёты Милевского КБ в различных модификациях работали спасателями и санитарами Пожарными и связистами И разведчиками ледовой обстановки в Арктике Они широко применялись в сельском хозяйстве и спортивных клубах ДОСА Люксовый вариант Ми-1 модификации «Москвич» Долгое время использовал в качестве своего личного вертолёта Президент Финляндии Урха Калева Кеканен Несколько машин четвёртой модели Заказал в качестве личной и правительственных Король государства Йемен Маленький вертолёт ждала большая карьера Ми-1 до сих пор находится на службе во многих странах Рассказ о наследнике славы первого советского серийного вертолёта Не менее знаменитом Ми-8 в следующем фильме «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok